Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро из святого города Иерусалима. И мы продолжаем изучать Тору, чтобы понять вообще, что происходит, где происходит и как с этим совсем жить. Потому что жизнь человека полна, полна испытаний, жизнь человека полна каких-то постоянных, как наверить это не сенот, да, не сенот это испытания, события, только ты где-то там обустроился в каком-то городе, бах, а у тебя, например, жених в другом городе, да, вот недавно совсем была у меня соседка одна, тоже лектор Ваикра, и она оп, и вышла замуж и уехала в Питер. Ну, например, она же не знала, что она уедет в Питер, она жила в Иерусалиме, а сейчас она в Питере. То есть человек не знает, что с ним завтра будет и не знает дальше, как развернется его жизнь. То есть жизнь человека полна вот этих событий. И Тора нам помогает понять, почему это все происходит, во-первых. Некоторых интересует, почему это все происходит. Они хотят понять смысл этого всего. Пожалуйста, в Торе есть смысл этого всего. Некоторые не хотят понять смысл, они хотят понять, что делать. Их не интересует смысл, их интересует, как на иврите есть такое слово, тахлис. Тахлид это, ну, как бы, вот что, в итоге-то что. То есть, ну, каждый из нас ищет вот это знание, которое поможет в каждой конкретной ситуации выбирать то решение, которое приведет к долгосрочно позитивным результатам. Потому что не всегда краткосрочно позитивные результаты, они, стоит их выбирать. Потому что очень часто, когда человек смотрит, видит только вот то, что у него перед носом, и он выбирает синицу в руке, а в итоге теряет и руки, и ноги, и не только журавля в небе, а вообще все, что у него было, из-за того, что ищет краткосрочных, краткосрочных результатов и побед. Вот, поэтому мы изучаем Тору, да, Тора это свет, знание, для того, чтобы понять от Творца Мироздания, от Творца Мироздания, чтобы понять, чтобы понять, как эта штука вся работает, да. И, значит, все, сейчас мы находимся в самой интересной для меня лично части Торы. Это часть Торы, да, это часть Торы о том, как все начиналось, как все начиналось, и мы, изучая вот эти истории, которые происходили с нашими праотцами, их взаимодействие с окружающим миром, мы, изучая, начиная от Адам Решона, от первого человека, как разворачивалась вся эта система, мы понимаем, как, в какой момент, откуда, кто-то понимает, откуда ждать подвоха, кто-то понимает, наоборот, откуда ждать хорошего. То есть мы все время изучаем, как работает. Сегодня у нас 11-й Теслева, и мы находимся в понедельник сегодня, второй день недели, и изучаем второй отрывок второго дня из главы, из главы Ваешев, значит, Ваешев, Ваешлах, Ваешлах, мы сейчас изучаем главу Ваешлах, значит, послал Яков ангелов, и мы находимся сейчас во втором дне. Значит, напоминаю краткое содержание, когда Яков отработал 20 лет, 14 лет за своих жен, и 6 лет за имущество у своего дяди, родного Лавана, он ушел от него, Лаван его догнал, хотел у него все забрать, но Всевышний не дал у него все забрать, и заключили они союз о ненападении, и Яков пошел дальше. Заходит он в землю Израиля, посылает перед собой посланцев, посланцев посылает перед собой ангелов, ангелы приходят к Исаву, и говорят, да, говорят, что вот идет твой брат, и Исав к нему идет на встречу с 400 воинов, 400 воинов, отряд такой, идут на встречу Якову. Яков готовится к встрече с Исавом, и подготовился он следующим образом. Первое, что он сделал, он разделил свое все имущество, все, что у него было, на два ладеря, считая, что если один, а один погибнет, то второй спасется, то есть не хранить яйца в одной корзине. Дальше он помолился Всевышнему, и сейчас мы узнаем, что было дальше. И ночевал, там написано, в эту ночь, и взял он из того, что у него было в руте, минха это как приношение Исаву, брату своему. Значит, он, оставалась ночь до встречи, на него идет войной, его брат, 400 человек его убивать, он берет, готовит для него взятку. Взятку, с современным языком это была взятка. Значит, тут дальше Тора описывает нам, какую он ему дал взятку. И это очень интересный момент, который удивительно, прямо мы сейчас из него поймем, что Тора это кот. Он ему дал 200 коз и 20 козлов. Значит, 200 овец и 20 баранов. Ну и так далее, тут перечисляется, сколько верблюдов, сколько было верблюдец, сколько верблюдов и так далее. Из этого учится, в этом закодировано, сколько мужчина должен со своей женой раз спать в месяц. Представляете? То есть, там конкретный код, вот в этих всех козлах, козах, верблюдах, почему разное количество. И отсюда, вот прямо Раша нам объясняет, каким образом учится, что у мужчины есть обязанность перед женой. И мы как раз, очень интересно, мы в конце той главы, когда Лаван понял, что он не сможет у Якова забрать никакое имущество, то Якова спрашивает, а что ты за мной гнался? Он говорит, а я за тобой гнался взять с тебя клятву, что ты с моих дочерей, ты теперь будешь перед ними выполнять свои обязанности. Прямо написано, комментарии пишут, именно супружеские обязанности. И что ты не возьмешь себе новых жен. И взял Лаван клятву с Якова, что он, кроме этих четырех жен, которые у него были, больше не возьмет себе новых жен. А здесь мы видим отсюда код, сколько раз, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но есть в зависимости от профессии мужа, на нем лежит обязанность, сколько раз он должен с женой. Все связано с профессиональной деятельностью. Теперь, значит, дальше. Он все эти стада разделил на маленькие стада, то есть он подготовил огромное количество животных, взятку своему брату Исаву, и разделил их на маленькие стада. И каждому стаду он поставил человека и сказал ему. Значит, первому он приказал, говоря, когда тебя встретит Исав, вот тут дословно сейчас очень важно, что он ему сказал, когда тебя встретит Исав, мой брат, и спросит тебя, говоря, кому ты принадлежишь, чей ты, и куда ты идешь, и что это вот вообще все, что перед тобой, скажи ему так, что принадлежит это рабу твоему Якову. То есть он прямо интересно, как он себя перед Исавом принижал, и он ему говорит, принадлежит это рабу твоему Якову, это приношение, которое шлет он господину своему Исаву, и он дальше идет сзади. И так он сказал сделать и второму, причем он сказал между стадами сделать расстояние, расстояние между стадами сделать, чтобы видно было, чтобы когда он с одним стадом разговаривает, ему уже было видно второе. И значит, так же третье, так же четвертое и так далее, и так далее. Значит, так говорите Исаву, когда вы его встретите. Сейчас есть целое направление в маркетинге, называется нейромаркетинг. Они изучают как раз все нюансы воздействия цвета на человека, света, там, ракурса. Есть целый, в маркетинге есть целое направление дизайн, UX называется, по-моему, UX дизайнера, отдельная профессия, которые смотрят, как устроен сайт, где кнопочка. От изменения цвета кнопочки зависит, сколько людей. Иногда есть случаи, когда в два раза меняется количество людей, которые кликают на кнопочку при изменении цвета кнопочки. Яаков, который был, он был со Всевышним в очень близких такой связи. Для него это, все это было открыто. И каждое его действие, которое он делал, оно имело смысл. Да, UX дизайн мне подсказывает. Вот это был, вот эта вся со стадами история, это был UX дизайн. UX дизайн, только он это расставлял стадами. Он хотел повлиять на Эйсава, на его восприятие, на его эмоциональное состояние. И что? Значит, отправил он эти стада перед собой, а он сам остался ночевать в эту ночь в ладере. И встал он ночью. Представьте ситуацию. То есть он, вот у него 11 детей, жены, стада. Есть люди, есть Медраж, который говорит, что мама послала ему 72 своих воина, охранника каких-то, чтобы они Яакову помогали, если в этой войне с Эйсавом. У него были тоже его какие-то там рабы, рабочие, которые вместе с ним пришли. Значит, и, но все равно этот момент очень для него был серьезный, потому что Эйсав, он, мы знаем, что он еще в детстве убил Немрода, царя Немрода, который был один из самых главных магов того времени. То есть Эйсав, он был очень-очень сильный такой властитель этого мира. Человек, знающий охоту. То есть он был такой чендисхан того времени. И, значит, понятное дело, Якову не спится. Яков при всем том, он был больше мудрец, чем воин, больше пастух, чем разбойник. Да, он не был разбойником вообще. И он, значит, ему не спалось. И встал он в эту ночь, и взял он двух своих жен, и двух рабынь, которые были служанти его жен, то есть, ну, матери его детей тоже, это было четыре его жены. И взял он одиннадцать своих детей, и перевел их через реку Ябок, Мавар-Ябок. Здесь я не знаю вот этих всех нюансов, но я знаю, что есть такая книга специальная, которую читает человек перед смертью. И когда он уходит из этого мира, то есть такая книга, она так и называется, Мавар-Ябок, переход через реку Ябок. То есть там здесь есть какие-то очень серьезные духовные тайны. Но и физически, наверное, есть какая-то река, через которую они перешли. Значит, он их взял, перевел он их через эту реку, и пошел обратно. Еще раз он пошел обратно. Пошел он обратно, и написано, и остался Яков один. И остался Яков там один, Мавар-Ябок, и боролся, Мавар-Ябок это как Мавак, это борьба. Но, в общем, боролся с ним какой-то человек, написано Иш-Им-О, какой-то человек с ним, до восхода зари. Это как прямой текст Торы. Теперь говорят нам устная Тора, говорит нам устная Тора, предание, Раша здесь приводит, что это не был человек, это был ангел Эйсава. То есть, это был духовная сущность Эйсава, ангел Эйсава, который воевал с Яковом. Значит, вот они воевали, воевали. И, значит, что дальше было? Я не представляю, как длилась эта борьба до рассвета, всю ночь. То есть, явно это была не просто борьба, потому что они бы, наверное, если бы физически боролись, устали. Но, в итоге, победил, увидел этот, вот этот человек, этот ангел, он увидел, что не может победить Якова, и он ему ударил его в бедренный сустав, и у него сместился бедренный сустав. То есть, у него выскочило бедро, или как-то Яков стал хромать после этого. Значит, дальше, и сказал он ему, этот человек, но мы знаем, Тора нам говорит, что это был ангел. Сказал он ему, значит, отпусти меня, потому что уже поднялась заря. И Яков ему тут говорит, нет, говорит, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь. То есть, понятно из этих слов, что это не была борьба физическая. То есть, ну, что это такое? Два человека, если бы это был человек, они всю ночь дрались, потом тот говорит, отпусти, уже заря, а тот ему говорит, не отпущу, пока ты меня не благословишь. То есть, речь идет о духовной, духовной какой-то схватке. И сказал ему, вот этот вот ангел, сказал ему, как твое имя? И тот ему отвечает, имя мое Яаков. Яаков, слово Яаков переводится, как эковетопятка, обходящий, да, обходящий, вот так можно, как тебя зовут? Обходящий. Он говорит, Яаков. И сказал ему, не Яаков, теперь будет называться твое имя, а только Исраэль. То есть, вот с этого момента появилось в Торе слово Исраэль. Это был момент, когда появился народ Израиля, потому что до этого момента был Яаков и его сыновья. Был Ицхак и его сыновья. Был Авраам, глава множества народов и его сыновья. Но имя Исраэль появилось в этот момент. И сказал этот ангел ему, имя твое теперь не Яаков, а только Исраэль. И а как переводится Исраэль? Ти сарита им элоим, в им анашим в эту халь. Потому что ты боролся сарита, вот этот корень сарита, сар, да, Исраэль. Это на сегодняшнем языке это министр. Министр. То есть, человек, который, министр, который управляет, управляет. Но здесь, вот, корень этого слова, министр вообще, чем министр занимается? Он все время борется, он в борьбе. И он ему говорит, ты тернияков, ты Исраэль, потому что ты сарита, ты боролся с всесильным, с Богом и с анашим, и с людьми, в эту халь и преодолел, и победил. Вот что значит слово Исраэль. Тот, кто все время борется с, совсем он борется, и побеждает. Но есть, вот, представляете, вот эта вот часть, Исраэль, Эль это имя Всевышнего, то есть, Эль это переводится, Элоим, это всесильный, а Эль это сила, вот это духовная сила. И, значит, Исраэль это тот, кто борется и в духовном плане, и в плане физическом, и с людьми, и побеждает. Вот это вот мы видим с этого момента вся история народа Израиля. Она в постоянной борьбе. Борьба за выживание, борьба за место под солнцем, борьба за... Постоянная борьба. Значит, но кроме этого, кстати, в слове Исраэль скрыт еще один смысл. Вот если читать эти же буквы, Исраэль, Яшар, прямо Эль, прямо к Богу. То есть, это доступ прямо к Богу. Причем, что интересно, после этого момента, после этого момента Тора периодически называет Яакова, то Яаков, то Исраэль, то Яаков, то Исраэль. И Исраэль, это когда он выходит на уровень, когда он выходит на духовный уровень, а Яаков, это когда он опускается на материальный уровень. И вот само название Исраэль, это тот, кто находится в двух реальностях. В духовной реальности и в материальной реальности. Да, вообще интересно. Вайшал Яков. И сказал ему Яков тогда. Сказал, а скажи-ка ты мне свое имя. Кто ты? Он спросил этого андела. Вайомар. А тот ему отвечает. Лама-зэ, зачем тебе ты спрашиваешь имя мое? Вайварэху-то-шам. И он его благословил там. Объясняет нам устная Тора, что было в этом ответе. Он ему сказал так. Нет у меня имени постоянного. Наши имена, имена анделов, они меняются по тому поручению, которое мы выполняем. То есть этот андел, он был просто посланец, который выполнял как алгоритм такой программы. Который выполнял некую программу. И здесь вот я думал долго над этим местом. Получается интересная вещь. Если мы возьмем, вернемся к началу. Всегда вот очень интересно вернуться к самому началу мироздания. Был Адам Решон, первый человек. Он был просто создание Всевышнего. Ему было открыто все мироздание, вся реальность. Он был, как сказал Шлом Амеллах, что Бог создал человека прямым. И Эмма потом, когда они стали уже вдвоем женой, они начали делать всякие такие хижбанод, что-то выдумывать, выкруживать. Но вначале Адам был прямой ешар. Теперь появилась ему жена. Кто дал ему жену? Это всего Адам Решон, первый человек, и сказал Всевышнему. Ты мне ее дал. То есть ты мне ее... Я же не просил, но особо он не просил. То есть ему было там одному скучновато. Но это Всевышнего была, в принципе, инициатива дать ему жену. Дальше вдруг Всевышний запускает в эту картину какого-то змея говорящего. Запускает змея, который начинает им портить всю историю. Скушай яблоко, не скушай яблоко. Вы станете как Бог, создающий добро и зло. И пошел весь этот процесс. Зачем этот был весь процесс? Кто его запустил? Его запустил Всевышний. То есть в этом мире есть только одна власть, один хозяин, один создатель, один творец, который едино управляет всем. Но он почему-то все время, когда он создает ситуацию, он запускает в эту ситуацию что-то, что начинает эту же ситуацию ломать. И ты начинаешь с этим то, что ломает эту ситуацию, ты начинаешь с этим бороться. И в момент, когда ты побеждаешь это, то в этот момент ты радуешься. И наступает опять момент какой, опять борьба, опять что-то заходит в ситуацию, опять начинает ее рушить. И ты опять начинаешь с этим бороться. Это происходит бесконечно. То есть от создания мира, дальше Авраам, 10 испытаний. Дальше там Ицхак, испытания. Яков, испытания. И так далее, и так далее, и так далее. И так до наших дней. Зачем все это? Так, я думаю, что смысл всего этого в самом этом, да? То есть постоянное преодоление испытаний и путь, как в компьютерной игре. На ступеньку вверх, ступенька вниз. Ступенька вверх, ступенька вниз. Или если ты побеждаешь в свое там, в духовном мире, в материальном, то ты поднимаешься за ступенькой, за ступенькой. И значит, и что? И в какой-то момент все равно ты падаешь. Все равно, то есть выхода нет. Выхода нет. То есть выиграть в этой игре можно только, когда ты вышел уже из этой игры и пошел дальше. Еще я думал сегодня над тем, зачем Яков посылал ему постоянно вот эти стада. И почему он так унижался? Вот твой раб Яков, а ты господин Исаав и так далее. Мы когда-то учили в Мишли такой закон, в притчах, что лифнейшевер гаон. Перед крушением поднятие. То есть весь этот мир работает на вот этом вот разнице как потенциалов. И если ты что-то сильно получаешь, 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 то тогда у тебя накапливается потенциал, что ты слишком много взял уже от этого мира позитивного. И на тебя накапливается обратный потенциал, чтобы, ну то есть, чтобы уравновесить всю эту систему. Яков, когда он подходил уже к вот этой всей ситуации, мы давайте вспомним молитву Якова. Он говорит, катонте миколя хасадим. Он говорит, стал я маленький от всего того милосердия, которое ты для меня сделал. Я с одним посохом, я прошел, переходил эту реку Ярден, когда убегал от Исава. А сейчас у меня 11 детей, стада, деньги, все есть. Я боюсь, что моя заслуга закончилась. Что мне делать? И в этот момент он начал уравновешивать эту заслугу. То есть на стада, стада, одно, второе, третье, на Исав, на Исав, на Исав. Он отдает. Я начинает сам себя принижать. То есть он сам на себя берет какой-то объем страданий, как мы делаем, например, во время между 17-м Томуза и 9-м Ава. Это время предназначено для наказания, для страданий. Значит, те, которые знают, они перестают слушать музыку, перестают, вплоть до того, что последнюю неделю, когда самая такая тяжелая неделя, перестают мыться, вообще никаких удовольствий, ни вино, ни мяса, ничего, мяту одежду надевают, все, мне уже плохо. То есть я на себя взял тот объем страданий, который я сам себе выбрал. Я на себя взял тот объем передачи добра. То есть знаете как, когда Всевышний кому-то дает много добра, то очень важно стать передатчиком, то есть не задерживать это в себе. И Яков, значит, начинает уравновешивать сам ситуацию. И наоборот, Айсаву он раз удовольствие, два удовольствия, три удовольствия, четыре, пять. И он настолько наполнился вот этой радостью, что она у него внутри перевесила ту ненависть и злость, которая у него была к Якову. И завтра мы узнаем, что было во время их встречи. Они как раз встретили, завтра мы узнаем, что было во время их встречи. Все, удачи, успехов. Надеюсь, что мы сегодня узнали много полезного, интересного. Всем хорошего, прекрасного дня, удачи и успехов.